Приветствую вас, мои друзья! Недавно я начал рассказ про недешевый выхлоп на ламборгини Гольярда. Сегодня я расскажу про реально тишпанский выхлоп на очень пафосную тачку. Два обрезка трубы, старый изонатор и в итоге получится уникальный выхлоп на Maserati 4200 GT. Он громче и одновременно тише, чем любая штатная система. Он управляемый, с вакуумными заслонками. Новые сдвоенные насадки также сделаны вручную. Все собрано в корпусе оригинальных глушителей Maserati. И далее я покажу и расскажу все, что с ним пришлось отворить. Ну а для тех, кто не любит долгие рассказы, выше ссылочка на трехминутный ролик об этом процессе. Начну я с оригинальных глушителей. Я взял за основу заводские глушители от Maserati. Точнее я решил попробовать сделать более интересный звук и выжать его именно из заводской банки. Она штатно размещается в машине, не требует изменений в выхлопной магистрали и имеет заводскую систему регулировки положения. А главное, внешне все будет выглядеть как на обычной машине. Ну точнее, как на обычной Maserati. Что, конечно, очень важно в период государственного контроля над тюнингом автомобилей. Я не часто распиливаю банки от Maserati, но выхлопные банки пилил не один десяток раз. И скажу, что качество корпуса глушителя фантастическое. Я первый раз встречаю такую толщину стенок в заводском глушителе. Двух с половиной миллиметровая нержавейка делает звучание звонким и насыщенным. И это мне очень пригодится. Мне нужна пустая банка. И с первым глушителем пришлось повозиться. Я спилил крышку по периметру резонатора в надежде, что это позволит достать все его внутренности. Очень странно было увидеть набивку из стекловатой, а не керамику в такой дорогой машине. Но, видимо, этого вполне хватало. Но вытаскивать ее ненавижу. Куча мусора, нагар и пыль. Все в мешок из глаз давай. Внутри две камеры и псевдопрямоточная система. То есть прямого коридора для прохода выхлопных газов от входа в банку до выходных насадок нет. Сначала газы попадают в камеру через перфорацию во впускной трубе. Затем по двум каналам в виде петли выходят к насадкам. Диаметр входной трубы 60 мм. Внутренние трубы по 50 мм. Сами насадки примерно 56 мм каждая. И с внешней стороны переход к насадкам сужает до 45 мм. В общем, все это надо удалить. Пилить не знаю как. Не везде получается подобраться. И штатные насадки пока что хочу сохранить. И главный корпус сильно не кромсать. Семь раз отмерь, один отрежь. Тут это самая точная поговорка. Сто раз переверни и час подумай над каждым следующим пропилом. Ну как ни думай, а корпус все равно приходится резать. Вот так кусочек за кусочком освобождается пространство. И более детально можно рассмотреть внутреннее строение заводской банки. Хотя обе магистрали устроены одинаково. Забор газа из первой камеры и акустические окна в виде перфорации во второй камере. Первая задает низкочастотное звучание. Вторая глушит паразитные звуки. На удивление обошлось без серьезных повреждений. Как со стороны пациента в виде банки, так и со стороны доктора, то есть меня. Банка пустая. Теперь она представляет собой одну большую звуковую камеру. Я такие банки называю Cayenne Style выхлоп. Хотя этот нищебродский вариант получения громкого мощного звучания используется не только тюнингной Cayenne. Сейчас мне не важно, кто и как тюнингует выхлопные системы. А важно узнать, какой звук даст эта банка с пустой камерой размером в полный объем. Это получится максимально громкий вариант звучания. И он будет звучать громче и объемнее, чем просто пустая выхлопная труба. Ну что, погнали, проверим. Мы заменили одну банку. Кстати, вот в этих оригинальных банках есть штатная заслонка для регулировки уровня звука. В моих ее нет, но я планирую их поставить. Лучше надеть наушники и будет сразу слышно, насколько сильнее звук воспроизводит правый регулировок. Хотя даже визуально видно, что вылетающие выхлопные газы с правой стороны. Теперь я знаю, какого звука я могу ожидать от этого корпуса резонатора. И можно пройтись, посмотреть, что еще интересного в этой машине. Да и вокруг тоже. Выхлопная система тут совсем не штатная. Уже стоят спортивные катализаторы варени. Дальше резонатор с X-пайпом внутри, или H-пайпом, или просто общей камерой. Я не знаю, но финальное звучание он тоже создает. Дальше трубы и ниши под глушители. Вокруг места много, и если не сработает моя затея, то придется переделать этот катбэк к участок. Но я хочу штатные корпуса глушителей. А вот еще Maserati. Какой удобный случай поглазить на высокотехнологичную машину изнутри. Да и послушать очередной штатный звук мотора. Конечно, это интересно, но надо отправляться в мастерскую. Раз уж решил делать кастом, то давай пили и сверли все сам. Я в курсе, что есть готовые перфорированные трубы, но тут эксперимент. В общем, сверлить мне несколько сотен отверстий, и я скажу, это не самое веселое занятие. Каждое отверстие, полтора миллиметровой нержавеющей трубе, дается нелегко и не быстро. И это готова внутренняя часть тихой магистрали, а для громкой мне нужен перфорированный поворот. При этом перфорацию тут я могу сделать только на боковой для потока стенки гиба, чтобы не рассекать поток и не препятствовать прямоточному движению выхлопных газов. Да, кстати, я думаю не только о звуке. Я бы сказал, вообще не о звуке. Банк то две и вторую тоже надо разобрать чтобы сделать внутрянку одинаковой конечно на этот раз я сделаю намного меньше ненужных движений и все разберу буквально несколькими пропилами а главное к этому моменту владелец машины сказал что хочет сделать кастом насадки я могу смело спилить заводские это сильно облегчает процесс разбора корпуса резонатора а главное теперь у меня есть еще одна составляющая звука банки это выход теперь я смогу сделать более производительную громкую магистраль но об этом намного позже а сейчас по выкройке первой банки я размечаю места швов очень хорошо когда можно пнуть образец тоже стекловата и те же рога внутри глушителя все разбирается гораздо проще чем на первой банке но попадается кусочек который вроде надпилил а перепилить полностью не получается и сука туда его сюда а он снизу держится но на этот раз не пришлось дубайским молотком все само собой вытащилась даже внутренняя стенка сдалась довольно быстро вторая банка получилось конечно аккуратнее но начинку внутри это не повлияет внутри общего резонатора у меня будет маленький глушитель для тихой магистрали и большой резонатор усилитель для прямоточной выхлопной магистрали в следующей серии Корпус глушителя в глушителе я сделаю конечно из нержи и как обычно любой кастом должен быть зеркальным Мне нужно сделать две боковые стенки и две торцевые В торцевых понадобится отверстие под перфорированную трубу выхлопной магистрали Я не знаю обзаведусь ли я когда приспособой для сверления больших отверстий Но болгаркой я могу выпилить все что угодно, в том числе и круг Если надо, я могу в будущем рассказать об этом подробно, хотя и так все видно Весь набор запчастей для будущих глушителей готов 50-мм трасса для тихой части, 63-мм трасса для производительной прямоточной громкой магистрали И можно начинать собирать Пришло время сварки Первая будет фасадная стенка Она служит основой для насадок и для внутренних магистралей выхлопа Затем внутренняя задняя стенка тихой части Теперь перфорированная труба И можно примерить остальные стенки, а также разместить поворот основной магистрали Субтитры создавал DimaTorzok Что делает глушитель глушителем? Это, конечно, шумопоглощающая набивка Одеяло из керамического материала будет поглощать звуки в тихом участке Оно окружает со всех сторон перфорированную трубу И теперь можно заварить всю конструкцию Вот такая получилась система На выходе громкой части ставится вакуумная заслонка Когда она закрыта, выхлопные газы поступают в тихую часть В которой через глушитель выходит наружу насадку Когда заслонка открыта, поток отработанных газов Выходит с нулевым сопротивлением через громкую магистраль Первая банка полностью готова внутри И можно смело собирать вторую Благо, что все компоненты уже приготовлены Да и процесс понятнее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то вся конструкция собрана и обварена. Теперь этот франкенштейн нужно вести к машине, чтобы создать новые уникальные насадки. Но об этом я расскажу в следующей части, потому что процесс не менее долгий и ответственный, ведь внешний вид выхлопной системы зависит именно от насадок. А насадки я буду делать сам, из чего и как смотрите далее. А на сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok